здравствуйте дорогие любители вышивки рукоделия я к вам сегодня с новым процессом да так неожиданно даже для меня самой я не планировала ничего начинать до того момента как закончу моего зайца но вот потянула меня на бисер так захотелось поработать немножко с бусинками с бисером и у меня в моих запасах уже давно лежит томится вот этот замечательный просто великолепный набор от чаривной мыть и тайная вечеря здесь используются и бисеры крупные бусины и золотая нить очень очень красивая картина должна получиться и вышивка идет на нет ни художественный ход ну прочитают сейчас какой материал используется вот я не удержалась и вот придя с работы решила приступить к новому процессу поэтому вы меня простите немножко за блики и за вот такое вот освещение вечернее немножко прервусь открою чтобы не шуршать на камеру и покажу все содержимое я открыла мой набор перед вами сейчас ткань с нанесенным рисунком здесь идет такая очень яркая печать и она была натянута на очень очень плотный картон не просто картона такой знаете в несколько миллиметров очень плотный картон на который в принципе потом можно будет и натянуть саму работу до такого хорошего качества который идет даже под оформление и я думаю это сделал для того чтобы не помялась работа здесь идет очень такая аккуратная печать краска чтобы не было заломов и ничего это не стерлась и я вначале думала что проглажу эту работу перед вышивкой но сейчас понимаю что наверное этого делать нельзя так как может поменяться краски может что-то испортиться покажу вам как выглядит схема вот так у нас выглядит схема ключ с правой стороны у нас здесь используется 27 цветов бисера я сейчас не буду подробно вам показывать весь бисер так как я делала обзор этого набора и оставлю ссылку если вам интересно вы придете посмотрите и используются два вида два вида бусин потом есть как он называется такой длинненький бисер вот такой вот такую я забыла как он называется и золотая нить так схемы здесь инструкции как таковой нет посмотрю может обратной стороны нет с обратной стороны тоже ничего нет здесь идет простых советы по вышивке сам принцип вышивания бисера потому что здесь будет вышиваться арочным швом необычным способом набирая по три бисеринки соответственно золотое шитье золотой ниточкой шов петля в прикреп типа лэйзи дэйзи да такие простые стежки очень замечательно что также здесь размещена молитва благодарственная да что еще я искала здесь схему в каком порядке нужно вышивать так как внизу идут вышивка золотой нитью и бусинами а потом бисер для меня вот было непонятно что в первую очередь нужно вышивать но так как здесь нет никакой инструкции буду вышивать по наитию поднимая снизу вверх постепенно отшивать все вот как бы элементы ну как-то так иглы здесь у нас есть вот они вверху две иголочки ниточки для бисера у меня есть скорее всего натяну на раму может быть и на кюснап и нет скорее всего на раму чтобы ничего не заламывать не зажимать есть у меня большая рама сейчас посмотрю как я это буду все организовывать было бы замечательно вышить эту икону именно к празднику великому к светлому воскресенью христа очень было бы здорово но не знаю как у меня получится видите у меня то одно то другое буду стараться потихонечку буду тоже вышивать организовывать мой бисер я буду в такие ромашки привычные мне я постоянно ими пользуюсь скорее всего не хватит конечно тех ромашек буду пользоваться есть у меня еще разные баночки тоже под бисер я покупала вот задействую все вот эти мои вещицы ну что я сейчас буду натягивать основу и немножко посмотрю какого какой у меня первый бисер будет здесь идти в работу с него я и начну весь наверное пересыпать не буду потому что очень много да у меня здесь получается что первое у меня восемь семь цветов и здесь у меня семь цветов 14 а здесь всего их двадцать семь значит нужно будет еще мне добрать баночек поэтому наверное не буду сразу весь бисер разбирать а буду идти вот по частям наверное буду брать по одному человеку как-то так и вышивать вернусь к вам через секунду так я уже подготовилась к процессу я натянула эту основу на мою раму здесь идут боковые планки от рамки арабеска горизонтальные планки от моего станка стич smart на 50 сантиметров и закрепила я все нам клипсы хорошая у меня натяжка все хорошо получилось и начну я вышивать снизу буду продвигаться потихонечку плавно вверх также подготовила уже бисер пока это всего лишь 4 цвета вот такие пластиковые емкости они накручиваются один за другим у меня их много получается такая пирамидка также сбоку написала я цвета цвета номера по ключу у меня есть с от наборов с бобинками вот такая вот клеющаяся штучка здесь есть номера цветов дмс а также пустые просто белые такие квадратики на которых тоже можно что-то написать и приклеить их куда вам нужно но вообще для бобинок это но я приклеиваю также и вот на пластиковые емкости с бисером как видите я выбрала здесь только зеленые цвета всего лишь четыре цвета так как хочу изначально попробовать вышивать крайние места слева и справа попробовать приловчиться к новой технике ну а дальше уже как-то буду я по ходу дела смотреть и соответственно продвигаться весь остальной бисер я сложила вот в такую коробочку жестяную да вот смотрю девочки много покупают и показываются и коробочки из фикс прайсов а у нас здесь есть большие супер мая супермаркет и для с бытовой техникой вот там тоже нас привозят много разных красивых коробочек ну вы не представляете как мне приходится сдерживать чтобы ничего не покупать потому что уже ну ставить некуда куда их столько вот сложила я сюда весь бисер вот пусины там две баночки у меня есть осталось пустых но у меня их еще много в принципе в другом месте они у меня хранятся это я сюда сложила так на скорую руку чтобы чтобы в общем-то можно было пользоваться и все это запросто переносить но соответственно иголочки видите буду пользоваться своей рукоделка игольничкой будет она у меня здесь работать вот были две иглы наборе они у меня уже здесь ну в принципе все я готова к процессу сейчас начну очень 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 мне хочется поскорее приступить чтобы поделиться с вами моими первыми впечатлениями о данном наборе поэтому не прощаюсь так я немножко повышевала и хочу показать вам мой первый результат мои первые бисеринки поделиться моим моими первыми впечатлениями да как оказалось не совсем эта простая задача вышивать арочным швом потому что здесь нужно сначала прошивает три первые бисеринки а потом возвращаться и снова через них продевать и выводить иголочку в начало ряда иголочку в начало ряда нанизывать следующие три бисеринки прошивать потом возвращать иголочки вот таким способом как как бы бэкстич но каждый набор идет по три бисеринки укладывать бисер немножко неудобно я вначале так здесь в медленно вышивала чтобы не аккуратно выложить все рядки ну вроде бы получилось также что я здесь сделала в первом ряде я немножко их уплотнила то здесь есть вот такие вот канавки сделаны для каждого ряда бисера если по этим канавкам вышивать остается пространство между ними мне казалось это некрасивым и я решила выполнить вот таким плотным швом как буду дальше вышивать здесь наверное надежды так не получится и придется все-таки выкладывать ровно по канавкам все эти бисеринки посмотрим как это будет смотреться здесь немножко у меня краешки гуляют почему-то как-то не не улеглись но сверху будет идти золотая нить поэтому рядочки выровняются и в общем-то всегда крайний бисер он немножко гуляет вот сейчас конечно не получится показать вам ни блеска ни какого-то эффекта вечер лампа ну я просто показала вам свое чем-то первое начало первые бисеринки наверное на этом я закончу это водное видео видео как только у меня появится какое-то первое продвижение что-то вышлиц и я обязательно вам покажу что получается это мой вот такой новый старт марта месяца я желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока